Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 418 выпуск. А с вами по-прежнему неунывающий, заряженный бодростью Сергей Кизоркин. Со мной и с моим гостем не соскучишься. А сегодня в гостях у Мастер Спорта Александр Зеркаль, руководитель Самарской любительской хоккейной лиги. Здравствуйте! Здравствуйте! САМАРСКОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ЛИДЕРЫ КОМАНДЫ «Самарские крылья» и «Фрегат». Принципиальные соперники прошлого сезона с первых секунд встречи покатились в атаку. Никто не хотел уступать. Однако первому улыбнулась удача «Фрегату». Корабельщики открыли голевую феерию в чемпионате и в матче. Отличился Алексей Люкшин. Я на него рассчитывал. Я хотел забить. У меня это получилось. Я, конечно, счастлив. Первый гол в стартовом матче. Обычный выход 2 в 1. На тренировке это стандартно разыгрываю. Поэтому все получилось. В межсезонье в лиге прошла серьезная ротация хоккеистов. Некоторые сменили команды. Другие создали новые физкультурные коллективы. Ведь в прошлом чемпионате у некоторых ледовых дружин было по два состава. И второй, как и полагается, сидел на скамейке. Ждал своего выхода. Теперь вторые номера тоже поборются за медали любительской лиги на равных с лидерами состязаний. Первая игра. Она очень ответственная. Надеемся победить. Набрали на этот год неплохой состав. Поэтому, я думаю, у нас все получится. Любительский хоккей Самары приходит посмотреть семьями. Если дворовик чем-то и отличается от профи, так это скоростями. Тамбрат играет. Это во-первых. А во-вторых, Крылья самая лучшая команда. Профессиональные боли, конечно, зрелищные. Но здесь ближе то, что это наши местные. Первая игра сезона закончилась со счетом 4-3 в пользу самарских крыльев. После первого круга лидирует Металлург, Атом и Спутник. В аутсайдерах – космические аллигаторы, звезда и ладья. Самый разгромный и сухой счет получился у Металлурга с городом. 12-0. Больше всех шайб на счету атомщика Дмитрия Новикова. Он забил 6 голов. Чемпионская гонка за медалями. Вся еще впереди. 19 матчей регулярки и вдвое меньше в плей-офф. Обладатель кубка определится в мае следующего года. Первый вопрос – это коронавирус. Лигу выше было, так скажем, из регулярного первенства. Это событие. Как все происходило? Вы правильно сказали, что команды, которые у нас существуют в лиге, а их 55 все-таки, они играли спокойно свой чемпионат. Доигрывать осталось кому по две игры, кому по три. Есть, конечно, побольше дивизионы, где надо было доигрывать. И вдруг вот это вот произошел коронавирус, так сказать. Пришлось нам уйти сегодня на карантин, и чемпионат остался пока не до игры. Катки где растоплены, где не растоплены. Ну, если даже были бы катки, но есть указ президента, как мы можем по-другому себя вести? Это я спрашиваю к тому, что если катки какие-то работают, то когда разрешат выходить на спортивные объекты, именно катки, то можно возобновить будет, да, турнир? Сергей Владимирович, у нас в планах такое есть, потому что если скажут, например, сегодня, что с 15-го числа карантин заканчивается, ну, буквально 8-10 дней лед будет залит. Причем такая погода стоит, она же не жаркая. Это может быть и быстрее будет, за неделю. И, в общем-то, чемпионат может возобновиться. В этом плане мы хотим, конечно, закончить чемпионат. Как это будет выглядеть, мы пока не знаем. Но то, что мы достойно его завершим, потому что был вопрос к командам, что будем делать. Предложено было три варианта. Если хотите, я расскажу. Да, конечно, расскажите. Три варианта. Значит, первый вариант – это, несмотря ни на что, закончить чемпионат, как положено, доиграть последние туры. Потом разыграть кубок СЛХЛ в каждом дивизионе, а дивизионов у нас пять. И, в общем-то, это первый вариант. Второй вариант – это не доигрывать чемпионат. Какое место команда заняли, такое сейчас оставить, раздать медали, а потом доиграть кубок. И третий вариант был предложен. Это или первый, или второй вариант. Доигрываем чемпионат, не доигрываем чемпионат. И разыграем кубок. Просто один кубок. Звонки уже поступают или на сайт? Да, при вас был звонок от команды Минюст. Они, в общем-то, просят, чтобы мы завершили чемпионат на данном этапе. Как произошла сегодня расстановка команд, так и осталось. Почему? Потому что Минюст состоит в основном из студентов юридического института, кто работает, кто не работает. Ну, в общем-то, у них уже, как говорится, народу будет мало. Они в полную силу чемпионат завершить не смогут. Такая ситуация может быть. Может быть, многие команды, которые на данном этапе имеют спонсоров, они тоже просят завершить чемпионат. Почему? Потому что спонсоры летом их не спонсируют. А есть команды. Тут ребята, наоборот, сказали. Мы будем свои деньги вкладывать. Нам был долго лед. Мы за него будем платить. Нам бы завершить чемпионат хотелось бы. То есть, вы знаете, 55 команд, 55 мнений. Мы дали срок до 20 июня, потому что раньше все равно ничто не произойдет. Мы дали срок до 20 июня, что давайте разберемся. И, в общем-то, хотелось бы начать играть, чтобы поменьше слов, побольше дела. Кроме того, мы решили с командами, что в июле месяце, если будет позволено всем собраться, если не будет позволено, то от каждого дивизиона по представителю и проведем собрание по регламенту. У нас же девятый чемпионат уже заканчивается. И каждый год мы утверждаем регламент. Не то, что он новый. Но есть какие-то дополнения, потому что каждый год вносит свои какие-то коррективы. Например, как этот год. Никогда бы мы не думали, что вот так может произойти. А оно произошло. Значит, в регламент надо уже что-то вносить, чтобы это не было для нас сюрпризом. Но в девятом сезоне, я знаю, новшество в лиге, да? То есть появилась женская команда. Ну, это сильно сказано. Появились девушки, женщины, которые играют в мужских командах. В мужских командах. Вернее, даже в одной команде. Это, хотел сказать, хитрые лисы. Стальные лисы. Стальные лисы. Прекрасная команда. Ребята с ними играют с удовольствием. И, вы понимаете, есть воспитательный момент в этом. Что даже вот я помню, ваша команда «Аллигатор» играла. И на сайте появилась запись, что играли с самой красивой командой. В общем-то, стимул у мужчин тоже начинает появляться. И, как говорится, меньше травм, больше уважения, меньше, ну, что там говорить, ругань на льду и так далее. Потом это проецируется и на другие игры, да? Конечно, конечно. И судьи очень строго судят здесь. И чем больше таких команд будет появляться, тем будет, конечно, лучше. Ну, а если говорить о большом, как говорится, в этом плане, то в одной команде папа играет, в другой команде мама играет. Ну, естественно, или сын, или дочь, они будут заниматься спортом, будут заниматься этим же хоккеем. Это обязательно. Это уже, как говорится, за 9 лет мы это все прошли, это все видели. Какие еще новости в этом году? В этом году у нас, например, дивизион ветераны, он выпал из чемпионата сам по себе дивизион, не команда. Сейчас объясню, значит, почему произошло. Ну, я вам говорю, что этот год был серьезный и по финансам, а все-таки ветераны, там у нас есть регламент, что там старше 56-ти должны играть. Ну, и в основном там играли 60-летние и так далее. То есть люди, которые уже живут только на пенсию, и, например, команд становится больше, естественно, льда надо больше, платить надо больше. Естественно, вот эти вот команды некоторые, там вот Кенельская команда, сейчас вот вспомнить еще, но неважно. Несколько еще, которые сказали, что у нас люди не могут платить. Мы вышли из этого положения как? Значит, по уровню мастерства мы их распределили по другим дивизионам с согласием и дивизионов, и с согласием этих команд. И, например, смотрите, команда Шаркс, это Акулы, да, они сейчас в дивизионе С, и они идут на первом месте. Ну, в общем, достойные ветераны, достойная команда. Как люди решат, так и будут, потому что, в конце концов, каждый платит свои деньги, играет. Ну, естественно, что играют за стимул какой? Стимул у нас постоянные кубки, постоянные медали, все красиво обставлено. Но, а самое главное, что люди получают заряд бодрости, здоровья. А еще, знаете, что очень много, как говорится, видеть то, что люди уходят с игр, как вы сказать, позитивные. То есть, вот представляете, 1500 мужиков, которые у нас играют в лиге, вот у них и копится проблема. Копится, что на льду это все выйдет. С потом, с кровью, со слезами. Да, бывает всякое, бывает и подерутся. Это хоккей. Да, четко судя за это наказывают. И у нас работает четко дисциплинарная комиссия, вы знаете, прекрасно. Мандатная комиссия, дисциплинарная комиссия. В общем-то, слава тебе, Господи, у нас не было никаких больших, как говорится, травм, чтобы обращаться к врачам. И не было в этом году отлучения от хоккея, как мы иногда делали. На год, на два отлучали совсем недисциплинарных товарищей, которые себя вели на льду неподавающих. Ну, вы жесткие правила ввели в этом году, да? То есть, игрока не допускали до тех пор, пока он не заплатит штраф за неспортивное поведение. Ну, кстати, к этим штрафам, руководствам, у них никакого отношения не имеет, чтобы все понимали. Что это вот судьи, которые проводят эти соревнования. Конечно, когда судья получает плевок в лицо не в прямом смысле, а в качестве ругательства и так далее. Ну, он же может сказать, что Александр Филиппович, я больше не буду судить их. И он будет прав. Поэтому мы вот ввели такое в рекламу, все проголосовали за это, что наругался ты в суде, отдай эти деньги. Компенсация морального ущерба. Да. И вы знаете, в общем-то, это дисциплинировать больше. Ну, видимо, рынок начинается. А если говорить о счетах в матчах, я помню, когда Лига начиналась, уже девятый сезон, да, в самом начале, были счета там и 13-0, и 20-0. Сейчас какая ситуация по шайбам забитым? Конечно, мы совершенствуемся. Если мы начинали, у нас же был один дивизион, всего там 12 команд, потом было 18 команд, потом 20. Сейчас 55 команд мы распределили по дивизионам, по мастерству. И, естественно, что у нас очень часто бывают просто футбольные счеты. 2-1, 1-1. Кстати, мы не убрали ничьи, потому что, вы знаете же, например, час покупает команда, ну и какие-то булиты, когда по 20 минут, 3 периода. Поэтому за ничьи даем 1 очко, за победу 2, за поражение 0, естественно. Естественно, плей-офф это у нас с булителем. Но тут мы сокращаем матчи специально уже, где-то играем 50 минут, 3 периода, и даем возможность командам доигрывать до победы. Ну, я вот обновил свою память, зашел на сайт, посмотрел расположение команд по дивизионам, и я смотрю, очень плотная борьба идет, да. То есть, вот перед перерывом нет такого, что какие-то лидеры, кто-то аутсайдеры. Все плотно. Плотно, потому что, я еще раз говорю, по мастерству. А самое главное, люди еще хотят сыграть за кубки, потому что за кубок выйдут только 8 команд. Игры, плей-офф, кубок дивизиона. Да, то есть, вот прокомментируйте, то есть, за регулярный сезон первые три команды получают медали? Медали, да, потом кубки. Но, чтобы не потерялся интерес к играм, мы сделали, это называется просто кубок СЛХЛ в каждом дивизионе, который они разыгрывают. Но, чтобы люди не отлучались от хоккея и не было им обидно, мы сделали малый кубок СЛХЛ. То есть, играют аутсайдеры? Да, потом мы сделали кубок конструктора Козлова, тоже именной кубок. Да, это погиб хоккеист, да? Да, да, тут тоже люди играют за этот кубок. И, в общем-то, как говорится, и получается, что у нас все как-то, не прерывая, игры играют. Но потом мы делали всегда месяц перерыва где-то, даже полтора месяца с июля-августа, и начинали новый сезон. В этом году у нас вот есть предложение июля-август закрыть чемпионат, август-сентябрь, ну, не весь август, август-сентябрь закрыть кубки. Ну, если как-то проголосуют эти команды, наши команды за это. Ну, и начать сезон где-то в начале октября, раньше не получится. Это уже сезон 20-21 годов. Ну, пожелаю удачи Лиге, командам, надеюсь, что все примут правильное решение, которое устроит всех, и будем продолжать играть в хоккей? Да, спасибо большое. Мы вас ждем на наших матчах. А на сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!